Портал fb.ru расскажет, как парень наклеил 200 тысяч крышек от бутылок на забор. Результат впечатлил жителей. Художнику пришла в голову идея использовать 20 тысяч крышек из-под бывших в употреблении бутылок, чтобы создать первую экофреску на территории Венесуэлы. Многим художникам по всему миру тоже захотелось переходить к такому привлекательному виду искусства, приковывающего внимание общественности к проблеме климата нашей планеты. 23-летний Оскар Оливарес поднял эту проблему благодаря созданию гигантской фрески из бутылочных крышек. Вот некоторые из комментариев, которые дал мастер во время эксклюзивного интервью. Художник Оскар Оливарес сотрудничал и с другими творческими натурами для создания впечатляющей фрески в Венесуэле. Помимо традиционных, общепринятых техник, я всегда использовал свое собственное искусство, чтобы быть счастливым и выражать то, что я чувствую и думаю, объяснил мастер свое вдохновение. Я очень счастлив, когда рисую, и хочу, чтобы люди, которые смотрят на мою работу, чувствовали то же самое, что и я в творческом процессе. Если честно, в конце концов я не принял решение стать визуальным художником. Это просто то, чем я являюсь. И если бы я не стал художником, наверное, был бы совершенно другим человеком. Оскар взял себе в компаньоны для сотрудничества местную экологическую организацию и занялся созданием гигантской фрески. При этом он использовал пластиковые крышки от переработанных бутылок и контейнеров. Потребовалось около двух с половиной месяцев, чтобы покрасить эту массу крышек и разместить их в виде текста. Фреска длиною в 45 метров смотрится довольно внушительно. По словам мастера, инициатором проекта стали именно ребята из Око Спири, пригласившие парня поучаствовать в проекте и создать первую эко-роспись в Венесуэле, уточнил молодой художник. Сначала способ реализации поставленной цели невозможно себе представить, но я провел небольшое исследование и углубился в пуантилизм и цвет. Это помогло мне понять, что было возможно не только сделать хорошую фреску. Члены творческой группы трудились, не жалея сил, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Основой поверхности стала белая краска. Потом на этом фоне стали появляться удивительные изображения. В конце работы понадобилось придать изделию эффектный вид, для чего потребовалось заняться удалением шероховатостей. Итоговый результат выглядит впечатляюще. Он поражает своей масштабностью и радует актуальностью общечеловеческой проблемы. А вам понравился результат работы? Пишите свои ответы в комментариях. Видео подготовлено порталом fb.ru Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.